Всем здорова, с вами Боб и зацените, что у меня есть. Только что забрал этот квадрокоптер из магазина и собираюсь разыграть его именно для вас 8 марта. У меня в принципе аудитория 95% это парни, поэтому 8 марта, когда остальные 5% моей аудитории будут властвовать, попробуем осчастливить какого-нибудь парня, поэтому обязательно смотрите ролик до конца и узнаете, как его заполучить. Ну а для начала давайте вообще посмотрим, что это такое. Погнали! Итак, я купил для вас почти топовую модель, квадрокоптер от компании Sima или Sumo, черт знает как она называется на самом деле. Стоит он около 8-9 тысяч рублей и эта модель у нас H8HW. У него есть HD камера, 6-осевой гироскоп, плюс конкретно у этой модели есть еще барометр, который позволяет ему не болтаться в воздухе туда-сюда, вверх-вниз, влево-вправо, а именно зависать на определенной высоте. Также он может переворачиваться вокруг себя, так называемый флип. Именно не крутиться там на 360 градусов, а именно вот так полностью переворачиваться. Но я не рискну этого сделать, потому что мало ли еще что-нибудь сломаю и дарить вам будет уже нечего. Время полета где-то примерно плюс-минус 7 минут, у него 2-амперная литий-ионная батарея, пульт питается от обычных 4АА батареек, в комплекте они, как обычно, естественно, не входят. Радиус действия пульта около 100 метров, плюс он, кстати, транслирует в реальном времени, вот картиночка, в реальном времени запись именно с экрана, то есть это полноценный беспилотный летательный аппарат со всеми вытекающими последствиями. Сам коптер мне, кстати, очень сильно напоминает Фантом, и мне кажется, многие почему-то делают именно похожий на Фантом, наверное, он просто сильно популярен. Если вот убрать вот эти вот защиты с лопастей, ну и сделать ножку, не 4 просто палки, а именно литую ножку, как у Фантома, ну будет реально просто вылитый Фантом. И, кстати, Сима фирма, ну достаточно известная, и она занимается исключительно именно игрушками, типа квадрокоптеров, вертолетов и т.д. и т.п. И это хорошо, мне кажется, когда компания занимает именно какую-то определенную нишу и развивает именно ее, а не лезя там и в квадрокоптеры, и, не знаю, и в какие-то камеры, и в машинки, в танчики, т.д. и т.п. Они занимаются именно летательными аппаратами, и, мне кажется, стараются сделать как можно лучше их, и вполне, мне кажется, получается. Рынок у нас, кстати, сильно наполнен именно этой фирмой, и поэтому я думаю, что они достаточно неплохо занимают свою нишу. Ладно, давайте открывать уже и смотреть, что там внутри. Где мой чудо-красный нож? Как я не люблю вот такой вот поролон, просто после него столько хлама в квартире и мусора остается. Я не той стороной его достаю вам. Давайте так. Бабам! Короба... О, кстати, тут тоже что-то есть. Это крепление. Здесь отвертка и винтики. Отвертку даже ребята положили. Ну, молодцы, молодцы. Итак. Что здесь есть? Здесь есть инструкция. Инструкция на русском. Инструкция на английском. Подробнейшее. Кстати, на сайте, где я его покупал, страна и заготовление была написана Россия. Именно у этой модели, у остальных Китая, по-моему, но я не знаю, может, ребята просто что-то напутали, потому что здесь полностью английская инструкция. Я не думаю, что они делают его в России и отправляют в Китай. Хотя, черт его знает. Есть камера. Кстати, она снимается, и я думаю, что сюда, да, сюда можно легко впихнуть, например, GoPro. Можно без камеры летать. Реально. Ой, вот это мы зря защелкнули. А, все, я понял. Так, камера. Камера фиговая, всего лишь HD. Могли бы делать уже Full HD. Что, здесь карта памяти есть? Да ладно, здесь есть карта памяти на 4 гига. Обалдеть. И, кстати, да, вот там сзади был еще карт-ридер. Ну, мне кажется, вообще очень клево, то, что тебе положили отвертку, карт-ридер, карту памяти. Вот еще бы положили они в пульт батарейки, было бы вообще шикарно. Но не положили. Пульт. Ну, пульт такой. Я не знаю, зачем его делать таким здоровым, но он очень легкий. И мне кажется, что можно было сделать его и поменьше. Здесь есть небольшой LED-индикатор. Ну, в принципе, все. И механические кнопки. Дальше. Запасные 4 лопасти. То есть, полный комплект запасных лопастей. Они, кстати, по-моему, все одинаковые. То есть, нету такого, как у DJI, там, левая-левая лопасть, правая-правая лопасть. Защита для лопастей. И ножки. Все. В принципе, больше ничего. А, ну и зарядка. Зарядка. Я не буду ее поставать. Зарядка. Зарядка и зарядка. Могли бы, на самом деле, сделать, мне кажется, от USB хотя бы зарядку, потому что здесь вот такой вот аккумулятор ушлепский, который нужно каждый раз... Ну, можно, на самом деле, не доставать его и просто через такой вот ушлепский разъем все это заряжать. В принципе, у всех радиомоделей, именно, ну, обычных каких-то там, не будем рассматривать, DJI и прочее, обычные радиоуправляемые модели, у них везде такие аккумуляторы и такие зарядки, поэтому, в принципе, сойдет нормально. Все, больше ничего нет. Больше ничего нету. Но, на самом деле, а больше ничего и не надо. Здесь все есть. Все аксессуары, и защита, и ножки, и камера, и пульт. Что еще надо? Ничего не надо. Я хотел еще на нем сегодня полетать и показать вам, как все это выглядит, но у нас погода вообще какая-то отстойная. Идет снег, дождь, а его, ну, не рекомендуется в такие погодные условия, потому что он, ну, на ощупь такой дешевый китайский. Дешевый китайский, все открыто, поэтому я боюсь, что если туда попадет какая-нибудь капелька воды, все нахрен может сгореть. Поэтому не будем мы сегодня летать, потому что времени еще нету, конкурс уже надо начинать, осталось даже меньше недели до итогов конкурса. И поэтому, если еще я буду ждать хорошей погоды, то мне кажется, что это может до 8 марта и не случиться даже. Я с ним обязательно полетаю, сниму его с Mavic, как он там парит, покоряет облака. И, кстати, здесь на коробочке клевый слоган. Где он был-то? Я видел этот слоган. ваше собственное место в облаках, в небе, в небе. Вот так вот ребята скромно и ясно дали все понять. Итак, я обязательно с ним полетаю и сделаю видео. Я хочу сделать видео в рубрике все или ничего, сравнить его и Mavic. Мне кажется, интересно получится, поэтому сегодня вам не буду показывать, как он летает. Давайте я могу просто запустить здесь. Нет, по-моему, надо не так. Надо сначала включить пульт, включить дрон. Он ярко моргает-то. О, все, он законнектился. Чуть-чуть это двину и включу двигатели. Ну вот и все. Я не буду над ним, не буду здесь реально его запускать, потому что Mavic чуть-чуть качало, у меня здесь очень мало места и я боюсь, что он просто начнет вот так вот биться по всей комнате. Хотя может и не начнет, но не рискну. Mavic реально качало и я поцарапал одну стенку с обоими случайно. Поэтому нафиг, лучше на улице. Ладно, ребят, коптер вполне себе неплохой за свои деньги. Здесь нет, конечно, никаких навороченных функций, типа там возврата домой, слежения, за тобой летания вокруг тебя. Да в принципе и за такие деньги ничего не надо. Он просто летает и снимает. И мне кажется, делает он достаточно это хорошо. Здесь есть так называемая функция headless в переводе на русский типа без головы. Ну, наверное, типа не думая, в чем она вообще заключается? Она как-то, коптер как-то привязывается к пульту управления и сложность новичков заключается в том, что когда дрон в небе, вы не понимаете, где него перед, где зад и, допустим, нажимаете там влево, он начинает идти вправо, потому что он перевернут другой стороной к вам. А здесь же с помощью этой функции он привязывается как-то к пульту и независимо от того, где у него перед и где зад, если вы нажимаете влево, он полетит влево. То есть, если он перевернут эту сторону, он как бы типа полетит вправо. Не знаю, я и не пользовался. Мне, мне, кстати, когда я летал на Mavic, мне кажется, бы пригодилась эта функция, потому что самый первый раз, когда я его запускал, я чуть не врезался в дом, что-то я где-то там зазевался, его так потихонечку потихонечку уносило ветром в дому и когда я чухался, я начал там зудорожно пытаться его куда-то направить, но так как я не понимал, где у него перед, где зад, он летел вообще в другом направлении, реально чуть не впилился в дом, слава богу, там все закончилось более-менее хорошо, поэтому я думаю, что функция здесь это пригодится. Все, давайте я его беру обратно в коробочку, чтобы отправить можно было нашему победителю. Итак, друзья, чтобы получить замечательный квадрокоптер, что вообще нужно сделать? Первое, обязательно поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, подписаться на инстаграм по желанию, я делаю там, мне кажется, вообще восхитительные снимки, для кого я их делаю, если вы там не подписываетесь. Дальше, сделать репост этого видео в любой вообще социальной сети, ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, где угодно, где можно поделиться именно видео и где можно вообще с вами связаться. Дальше, в описании вас ждет ссылочка, вы туда заходите и как всегда там все просто, вбиваете свое имя, выдуманное, невыдуманное, вообще по барабану, как вам можно будет просто обратиться, вбиваете ссылку на социальную сеть, где вы сделали репост этого видео, чтобы я вообще мог проверить, вбиваете сообщение по желанию, которое я могу зачитать, когда вы выиграете. Ну и в принципе и все, регистрируйтесь, вы появляетесь внизу в табличке и 8 марта, я не знаю, днем, наверное, может вечером запустим боб машины и узнаем, кому в прямом переносном смысле улетит этот квадрокоптер. Надеюсь, это будет парень какой-нибудь. Вот в принципе и все, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, регистрируйтесь в конкурсе, ну и все, всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok